вас приветствует компания тепло без газа представляем вам ассортимент топ продаж твердотопливные котлы всевозможных модификаций и серий начнем с классических твердотопливных котлов классические твердотопливные котлы это котлы которые способны работать абсолютно на любом виде твердого топлива дрова опилки щепа пилеты брикеты тырса уголь низкокачественного топлива то есть благодаря простой конструкции и простому принципу сжигания то топливо горит любое теплообменник чистить удобно и они высокоэффективны особенно в паре с буферной емкостью если поставить такой котел в паре с теплоаккумулятором будете получать максимально кпд большую длительность горения и самое главное удобство в пользовании особенностями конструкции каждого из этих котлов является теплообменник теплообменник бывает полчатый либо трубчатый с возможностью доступа к нему через отдельную дверку и чистки начинаем осмотр данных котлов с модели польского производителя pereco модель ksw альфа плюс данная модель стоит 1100 евро оснащена в полной комплектации встроенной автоматикой турбиноконтроллер который регулируется процесс горения декоративным кожухом с базальтовым утеплением с встроенным термометром шибером дымоходным а также изготовлена из 6 миллиметровой котловой польской стали очень качественной далее следующий котел отечественного производителя kateko avatra модель тоже оснащена в базовой комплектации встроенным контроллером турбина данном котле находится сзади декоративный кожух с базальтовым утеплением одно из важных особенностей данного котла есть то что он является четырехдверным то есть в отличие от предыдущей модели которая является трехдверной это дает более удобный доступ к как зольнику так и зоне ревизионной для доступа колосникам или же для загрузки топливного бункера удобные рычаговые механизмы как в банковском сейфе которые позволяют очень плотно прижимать дверки и контролировать до загружать топливо в любой момент когда удобно пользователю широкие загрузочные люки теплообменник также полчатый что позволяет достигать кпд до 88 процентов что немаловажно полчатые теплообменники очень удобно чистить следующая модель классического котла это завод термо альянс модель ferrum данная модель стоит всего лишь стартует ее цена от 13 тысяч гривен она тоже оснащена полчатым теплообменником удобный доступ огромный широкий бункер такой же загрузочный люк объем бункера стартует от 70 литров широкий и глубокий люк дрова будут вмещаться до 55 сантиметров нижняя дверка спаренная одновременно доступ как колосникам так и зольнику отдельная задвижка которая предотвращает выпадание золы котла чем она уступает предыдущим котлам цена меньше намного меньше а те же самые параметры изготовлена из 4 миллиметровой стали то есть если котел ватра премиум модель изготовленной 6 миллиметровой стали это 17 киловатт стоит котел двадцать одну тысячу пятьсот гривен то эта модель изготовлена из четырех миллиметровой стали то есть два миллиметра толщина но при этом классическая конструкция и самое главное очень доступная цена опять же на любой вкус и цвет если вы хотите толще сталь берете котека ватру если вы хотите аналогичную конструкцию толщину стали 4 миллиметра термоальянс будет лучшим другом в вашем доме он также может быть оснащен автоматикой это в данном случае дополнительная опция кстати что же немаловажно потому что в случае с котека автоматика уже входит в стоимость то есть 21 с половиной тысячи гривен это уже входит турбина и контроллер здесь же автоматика предлагается как дополнительная опция то есть турбина и контроллер 1900 гривен стоит это дополнительная опция то же самое самое касается механического регулятора тяги то есть данный котел он имеет посадочные места для установки механического регулятора как справа трехчетвертная резьба внутренняя так и слева очень удобно любой котельный найдет свое место не будет проблемы с монтажом заглушка входит в стоимости в комплектацию сюда вы ставите механический регулятор тяги и он уже заслонку регулирует притока воздуха внизу либо вот таким поворотным рычагом можно оборачивая этот ролик фиксировать положение заслонки приток воздуха больше и меньше регулирует следующая модель классического типа это модель завода дантерм дтм модели стартуют от 10 киловатт производится до 100 киловатт мощностью цена стартует от 19 тысяч с половиной гривен в данной модели теплообменник трубчатый что позволяет развивать весьма высокое кпд благодаря этому этот котел сертифицирован по европейской программе ай-кью энерджи то есть от его стоимости можно компенсировать 35 процентов очень важно чистить также удобно для этого докупаются такие съемные ёршики и например вы на дрель надеваете этот ёршик и легко чистите теплообменник дрелью прямо раз два три почистили полка отсюда дым попадает в теплообменник загрузочный бункер также отдельная дверка обращаю внимание подача воздуха отверстия обратите внимание вот как боковые таки сзади такие же отверстия есть вверху и внизу вот рычаги доступа к это подача воздуха справа находится то есть в этом котле еще помимо всего можно регулировать приток воздуха то есть открыв мы подаем воздух данным каналом верхнюю часть котла открыв эту нивную подвижку на подаем воздух нижнюю часть котла таким образом можем реализовывать разный принцип сжигания топлива как нижней шахты так и верхней верхнее горение так и одновременно оба криво без заслонки мы можем подавать воздух и сверху и снизу таким образом развивать котел разгонять его очень быстро случае подключения через буферную емкость у котел очень эффективен комплект за базовой стоимости уже входит встроенная турбина которая регулирует процесс горения и контроллер контроллер находится на корпусе котла следующие котлы это котлы шахтного типа очень популярны на данный момент в украине благодаря своей длительности горения те кто хотят спать ночью не подходить котлу и самое главное более бюджетных подключений потому что в принципе буферной емкости такие котлы не требуют они более конечно привередливы к качеству топлива но благодаря большому объему бункера и самому принципу сжигания то есть данных котлах горит только нижний слой нижние 10 сантиметров этот котел будет подходить тем кто опять же хочет ночью спать и как можно реже подходить к а как они называются данная модель это энергия 15 киловатт на полной комплектации она оснащена декоративным кожухом с базальтом оттепления автоматикой встроенной контроллер турбина находится внизу крепится к нижней зольной дверки подает воздух в зону горения снизу то есть горение у нас нижние 10 сантиметров вот здесь это уровень колосников колосники водяные проточные воздух подается снизу через зольник горит нижний слой а весь загруженный вами цилиндр топлива это представьте себе ваши огромные песочные часы которые постепенно под собственным весом опускаются вниз то есть в любой момент вы подходите к этому котлу открываете верхний и контролируете количество топлива в котле например там осталась половина бункера или одна треть и можете без остановки процесса горения догрузить его дым в данном котле циркулирует по газоходам которые находятся по периметру котла подымается вверх коллектор коллектор это верхняя часть вот здесь и уже после выхода с коллектора на выход дымохода который находится сзади а что за зубчики между колосниками зубчиками между колосниками это дополнительная механизм дополнительная опция шуровка называется в случае когда человек топит на низкокачественном топливе данный котел в первую очередь является угольным то есть уголь всевозможных марок можно использовать в нем и он дает очень длительное горение то есть четыре сутки минимум и более больше в зависимости от объема бункера дальше мы увидим модель этого же котла только уже более современную с дополнительной фронтальной дверкой это чуть чуть позже справа мы видим котел шахтного типа типа холмова который больше подходит для дров то есть оба котла являются универсальными то есть них можно сжигать абсолютно любое топливо но предрасположенность цилиндрического котла лучше подходит для угля для сыпучих видов топлива то есть опилки тырса щепа уголь брикеты а квадратный лучше подходит для дров почему все очень просто потому что загрузочный люк квадратного типа в него удобно загружать обычные колотые дрова широкий загрузочный люк много вмещается большой бункер а принцип сжигания абсолютно тот же то есть внизу на колосниках происходит сгорание топлива газификация топлива и частично происходит дожиг этих пиролизных газов попадая вот сюда в эту форсунку попадает в канал и там догорает отдает тепло водяной рубашки вы контролируете качество топлива догружаете чип теплообменник чистите через отдельную дверку которая находится сзади раскрутив вы получаете доступ к теплообменнику что немаловажно для дровяных видов топлива потому что дрова по своей природе при сгорании к сожалению выделяют сажи больше это их не физическое свойство соответственно вот такой теплообменник будет чистить гораздо удобнее просто обычным шпателем вот так счищаете вниз счищаете видите три канала теплообменника я первый второй и вот третий и уже только после прохождения всех этих трех каналов дым выходит дымоход вот сюда когда вы счистили эту сажу вниз сбоку справа обратите внимание есть специальные реабилитационные люки всех раскрутив эти барашки вы можете вытрусить ту залу которая осыпалась вниз вот так раскручиваются барашки и вынимается заглушка двигаемся дальше следующим котлом шахтного типа в линейке нашей выставки представлен котел литовского производителя calvis данном случае модель 16 киловатт стоимостью 25 тысяч гривен данная модель оснащена декоративным кожухом с базальтовым утеплением это уже входит в базовую комплектацию также входит комплектацию механический регулятор тяги немецкого производителя honeywell комплекте также есть термоманометр на котором вы контролируете температуру и давление в системе тоже очень удобно данный шахтный котел является котлом боковой загрузкой фронтальный для кого-то такой принцип может даже более удобный первое он менее скажем так подвержен дымности при дозагрузке но это законы физики то есть дыму всегда легко из идти вверх по пути наименьшего сопротивления а в данном случае люк фронтальный уже это лучше также он оснащен форсункой обращаю ваше внимание огромной толстой форсункой с такой футурированием керамический кирпич который защищает самое агрессивное место там где происходит газификация от высокой температуры то есть сгорание топлива на данной форсунке будет более безопасным также здесь есть много всевозможных примочек при розжиге котла которые позволяют загружать без дыма то есть открываете задвижку и таким образом мы открываем прямой канал прохождения дыма закрывая задвижку мы переводим котел в режим горения с максимальным количеством прохождения теплообменник теплообменником данным доступ мы имеем через вот такие загрузочные такие вот отдельные декоративные отверстия то снимаем декоративную крышку вот вам барашки открываем любой момент контролируем состояние теплообменника производим его чистку очень удобно барашки открутили сняли прямой канал обращаю внимание теплообменник полчатый и оснащен турболизаторами что очень сильно повышает кпд то есть пока все эти полки пройдет дым он успевает отдать очень много тепла чистим как сбоку теплообменник так и сверху то есть такой же декоративный кожух если снять сверху мы имеем доступ к такому же опять же люку раскрутив барашки которого мы имеем доступ к теплообменнику уже сзади здесь тоже имеется такая задвижка которая позволяет при розжиге котла делать прямоток быстрее разжигать выводить котел на оптимальную температуру при закрывании этой задвижки мы увеличиваем количество каналов которые проходит дым и максимальная кпд это литовский калбис следующий котел премиум качество отечественной термика который по моему скромному мнению ничем не уступает очень популярный на данный момент а самое главное сертифицирован по европейской программе айки у энерджи то есть по именно от стоимости этого котла благодаря сертификации соответствии европейским нормам по кпд по выбросам в атмосферу минимальным стоимость можно компенсировать 35 процентов данном случае эта модель 12 киловатт обращаю ваше внимание 12 киловаттный котел какой он огромный то есть это 155 литров объем бункера это огромный широкий загрузочный люк массивный с хорошим механизмом прижимным такой огромный прижимной механизм который очень плотно прижимается термозащитой тоже усилением форсунки с помощью футурирования шамот вот обратите внимание шамотные кирпичи съемные в любой момент если это место со временем прогорело в эти кирпичи выбросили поставили новые новые пользуйтесь дальше все так как тормозные колодки в вашем автомобиле огромный широкий загрузочный бункер то есть 12 киловаттной модели уже будет вмещаться дрова до 42 сантиметров 42 сантиметра огромная дрова и соответственно бункер сам еще 3 метр глубиной много очень топлива месяц метр видите метр чугунные колосники комплектация бывает как с механическим регулятором вот здесь посадочное место установки механического регулятора трехчетвертная резьба внутренняя стоит заглушка в данном случае также слева и справа можно термометр поставить либо термомонометр контролировать температуру и давление в котле или же автоматикой то есть вот есть на корпусе контроллер польской фирмы intel electronics и турбина которая подает воздух в зону горения регулирует процесс горения таким образом это премиум версия следующая модель является модель шахтного типа котел энергия или energy эта модель нового формата она производится от 18 киловатт стоимость такого котла 23 с половиной тысячи гривен благодаря наличию как верхней так и фронтальной загрузочной дверки этот котел уже удобен абсолютно на всех видах топлива опилки тырса щепа уголь брикеты что хотите загружаете классические дрова вот вам пожалуйста фронтальный широкий люк открыли доступ огромные большие поленья вмещается глубина обращая бункера аж 50 практически 65 57 сантиметров то есть дрова будут здоровенные вмещаться внутрь большой бункер то есть 18 киловатт модель а бункер обращая внимание 280 литров огромный бункер то есть там много топлива месяца большая длительность горения будет на угле такой котел спокойно работает минимум неделю на дровах минимум сутки через верхнюю загрузочную крышку нам удобно загружать например сыпучие виды топлива то есть опилки тырсу щепу пилеты ты все что засыпается уголь из мешка в любой момент открыли контролируем количество топлива внутри если там пол бункера или треть загружаем без остановки процесса обращаю внимание на конструкцию котла газоходы по периметру цилиндра по ним циркулирует дым подымается вверх далее в коллекторе передается уже в на выход дымохода который находится сзади водяная рубашка по всему периметру котла то есть он произведен по принципу стакан в стакане стакан меньшего диаметра стакан большего диаметра по всему периметру то есть вы полностью весь котел это теплообменник большой а как чистить эти а заходы и коллектор который сверху значит первое что мы рекомендуем это применять при использовании такого котла специальное средство катализатор сжигания сажи польского производства спал саж то есть загружая с дровяными видами топлива 2 столовых ложки такого средства котел вы сжигаете производите потому что сажа сгорает более интенсивно соответственно чистить котел не нужно будет или же очень редко это как в аналогию можно сказать как вот зубная паста которые мы чистим зубы если мы не хотим ходить часто к врачу зубному их ремонтировать мы чистим зубы если мы не чистим зубы нам приходится периодически их ремонтировать то же самое исполсаж либо механическим путем используем обычные щетки даже сейчас покажу вот такие щетки эти щетки надевается на пруд специальный гибкий пруд и снизу мы можем завести в газоход то есть газоход вот смотрите газоход как раз по размеру данной щетки вот он сбоку находится она вверх-вниз вверх-вниз и легко ощущаем весь нагар внутри газохода который осыпается вниз в зольник но лучше рекомендую применять сполсаж более такое действующее средство на угле или на тех видах топлива к например дубовой дрова и прочее которые меньше при своем горении выделяют сажи чистить котел не нужно флагман продажи еще раз повторяю огромный самый большой загрузочный бункер среди всех следующие модели это экономные котлы котлы которые работают на дровах на всевозможных дровяных видах топлива а именно пиролизные котлы данном случае это котел завода котека уника который тоже сертифицирован благодаря своим кпд и результатам которые он выдает по европейской программе айкью энерджи то есть 35 процентов от его стоимости можно компенсировать стоимость данного котла 15 киловаттной модели 26000 гривен в комплекте уже будет декоративный кожух с базальтовым утеплением встроенная польская качественная автоматика течь турбина который находится в данном случае сзади котла вот полная комплектация какой принцип пиролизного котла что благодаря чему он такой экономный и мало проблем с ним в эксплуатации первое это загрузочный бункер в котором мы загружаем топливо тоже удобным прижимным механизмом в банковском сейфе открываем бункер сюда мы загружаем наши дрова тоже широкий загрузочный люк 120 литров объем бункера много топлива вместится вот до 40 сантиметров будут вмещаться дрова загрузил полный бункер дров сверху мы разжигаем котел разжигаем котел мы в режиме открытой задвижки вот обращаю ваше внимание сбоку находится задвижка такая это называемый прямо ток вот если открыть эту задвижку и посветить вот сюда внутрь мы увидим что дым попадает в таком случае напрямую в дымоход котел быстрее разгорается выходит на номинальную температуру и дальше после этого когда накапливается здесь количество дыма газа мы задвижку закрываем и под действием надува турбины и самое главное некуда деваться дым уже не может идти прямо ток он попадает через форсунку форсунка вот она шамотный кирпич защищает форсунку от возможного прогорания внутри котла шамотный кирпич и вот он с дырочкой внутри это форсунка через эту форсунку дым попадает вниз и роли зную камеру и происходит дожигание этих газов выделяется большое количество тепла температура достигает 1200 градусов дым ударяется точнее как факел как ракета летит вот в эту лыжу ударяется в эту лыжу отдает максимальное количество тепла и даже после этого дым еще ныряет под эту лыжу вот сюда сзади находится хвостовик или теплообменник и он поднимается вверх там тоже максимально водяная рубашка находится отдает тепло то есть таким образом происходит тройной теплообмен то есть топливо отдает тепло в верхней камере в бункере далее в нижней камере в пиролизной камере еще в теплообменники проходя дым выходит уже на выход котла данный котел очень эффективный на дровяных видах топлива опилки тырса щепа пилеты брикеты аналогичная модель завода котека юта этот 15 киловаттная модель стоимостью 21 1200 гривен очень классная цена в комплекте уже опять же за эти деньги декоративный кожух с базальтовым утеплением встроенная автоматика входит стоимость из турбина контроллер это все уже в базовой стоимости есть тот же принцип загрузочный бункер широкий огромный для топлива тоже форсунка защищена шамотным кирпичом чтобы со временем если высокая температура 1200 градусов этот шамотный кирпич испортился вы легко его выняли поставили новый и поехали дальше то есть это защищает от прогара самое агрессивное место где самая высокая температура зольник точнее пиролизная камера где у нас происходит дожиг пиролизных газов обращаю внимание что в данном котле золы как таковой будет очень мало потому что очень высокая температура все максимально сгорает на высокой температуре и зола выглядит как пудра очень мелкая очень мало и и мало мало что чистить нужно теплообменник в таком котле практически не засоряется чистить котел нужно очень мало все флагманы продаж каждый котел по-своему хорош каждый котел эффективен в тех или иных видах и в ситуациях в компании тепло без газа все эти котлы есть наличие в большом ассортименте модели стартуют от 8 киловатт мощностью и до 250 киловатт для огромных площадей и производственных помещений все это можно заказать под ключ с монтажом с дымоходом с обвязкой все в наличии и самое главное при этом получить на общую стоимость компенсацию 35 процентов по программе айки energy благодарю за внимание обращайтесь всегда будем рады помочь